Правила жизни Петра Бабкова. Идет война, нужно на фронт. Он ждал 17 лет, чтобы его призвали, и в 44-м попал на Дальний Восток. Там впервые увидел смертников, бойцов Квантунской армии. Нападали народы даже спящие, даже вырезали целые узлода. Не забудет Петр Яковлевич и бой в городе Мурин. Четыре часа они стояли на месте. Из-за сопки четко стреляли по нашим танкам, пока Бабков не узнал о японском корректировщике рядом с советскими войсками. Когда мы первый выстрел сделали, то получился перелет. Мы корректировщика не уничтожили. Я даю команду меньше, на 100 метров, 900. Недолет получился. А третьим снарядом мы точно попали прямо в корректировщика. И мы пошли, взяли в эту высоту и пошли дальше наступать. Так фронтовик получил боевой орден. А всех медалей столько, что тяжелый парадный пиджак надевает на выход. Кстати, сегодня Петр Яковлевич вручает знак от Минобороны другому участнику войны. Много лет Бабков – активист ветеранского движения. В школах дает уроки мужества. И говорит один из самых популярных вопросов к нему следующий. А сколько вам лет? Я говорю, скажите вы. И вот те, которые мне меньше дают, я благодарю, молодец. А те, которые больше дают, выглядят в классах. Вот так, что ты можешь, я тебе могу из квартиры. Либо съемка прекратится, либо продолжится. Вы очень бодро выглядите. Правда? Да. Дорогая моя, мне 95. И расписание у него плотное. На днях поздравлял чемпиона России по кикбоксингу. А мне вот этот как сурвинир дали. Он абсолютно похож на большой. Спортом я не занимался, но я никогда. Я всегда физиарядку делаю. Поехали! И летом, и зимой Петр Яковлевич час ездит на велосипеде на балконе. Здесь же хранит лимоны. Еще один секрет молодости. Их он выжимает в тыквенные семечки, добавляет мед. Стакан доливаю минералки. И вот это каждое утро до завтрака выпиваю. Вот поэтому я такой здоровый. И все же и есть момент, который со времен войны огорчает Петра Яковлевича. А еще Бабковы печалят, что из-за пандемии в прошлые годы масштаб Дня Победы сузился. Поэтому приближающийся праздник ждет с нетерпением. А после вернется к своему распорядку – спорту, чтению новостей и общению с семьей. Только правнуков у него семь. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.